Самое активное и многочисленное. Ненецкое отделение общества слепых празднует двойной юбилей. Всероссийскому обществу слепых исполнилось 90 лет. Исполнилось и 75 лет окружному. За эти годы организация стала вторым домом более чем для 100 человек. Там они учатся жить полноценной жизнью. В гостях усиленных духом побывала и наш корреспондент Любовь Пермякова. Ненецкое общество слепых долгие годы остается одной из самых деятельных общественных организаций округа. В обществе принято называть тех, кто потерял зрение, людьми с ограниченными возможностями. Сами же они постоянно доказывают обратное. Ведут активный образ жизни и каждый раз удивляют своим жизнелюбием. Екатерина Носкова родилась в многодетной семье, в которой трое детей слабовидящие. Как признается девушка, общество слепых стало для нее вторым домом. Как вторая семья. Приходишь, поговоришь, душу выложишь. У меня старшая сестра тоже без зрения. И она меня привела в это общество. Получается, настрою в семье, кто не видит. И вот старшая сестра, я потеряла зрение, и она меня привела. Если вешать нос и сидеть, себя жалеть, то ничего не добьешься. А если сказать, жизнь и так нелегкая, а мы все равно ее сильнее. Мы, как мне сын говорит, мы и победим. Жизнерадостная Екатерина увлекается чтением. Она каждый день прослушивает несколько произведений. И, как говорит молодая женщина, заразила этим занятием своего хорошо зрячего мужа и двух сыновей. Сегодня в региональной организации Всероссийского общества слепых состоит более ста человек. Многие из них любят читать и не мыслят жизни без книг. А потому объявленный в стране год литературы здесь не оставили без внимания. Прочитанные произведения еще раз обсудили за праздничным столом. Читают люди, потерявшие зрение, не в привычном для нас понимании. Некоторые из них хорошо владеют системой Брайля. Большинство с огромным удовольствием слушают аудиокниги. Все члены общества слепых сегодня обеспечены средствами реабилитации. Благодаря неуемному энтузиазму Бориса Бажукова и неизменному секретарю Луизе Хозяйновой. Вот он как-то берется у меня энергия. Я просто с душой работаю. Я всю себя отдаю уроки. Потому что это все надо со мной. Абсолютно. И милоприятия, и дипломы, и все ответы. И с ними реабилитация. Конечно, это страшно. Человек полностью его очень психологически трудно вылезти из этого состояния. Чтобы как можно быстрее помочь человеку, потерявшему зрение, нужна не только психологическая помощь, но и средства реабилитации. В организации создан специальный резервный фонд, где хранятся флеш-плееры, электронные видеоувеличители, звуковые мобильные телефоны, трости, лупы, тонометры с синтезатором речи, говорящие будильники и термометры. Самый эффективный способ почувствовать себя, как все, вести полноценный, здоровый образ жизни. Ежегодно в обществе слепых проводятся шахматные турниры, спартакиады, творческие конкурсы. Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность быть полноправным членом общества, получать все необходимые услуги, знания и профессиональные навыки, заниматься физкультурой и спортом, посвятить себя любимому делу и приносить пользу людям. Мы уже сделали шаг навстречу доступной среде. В столице Нинецкого округа появилось еще одно здание, приспособленное для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. У входа в службу социальной защиты населения оборудован пандус для инвалидов-колясочников. Этот день самосибия, он как бы не праздник, но это именно привлечение людей, нас в обществе, чтобы эти граждане не забывали о том, что их помнят, любят. И доступ, как говорится, даже в наше здание, я считаю, что к сегодняшнему дню он подготовлен. На сегодняшний день пандусами оборудованы здания пенсионного фонда, многофункционального центра Сбербанка, центра занятости населения. В Нинецком округе проживает более трех тысяч граждан-инвалидов, в том числе колясочников. Кроме того, в регионе осуществляется профессиональная подготовка инвалидов. Нинецкий округ – один из немногих, где на протяжении последних трех лет достигается стопроцентное трудоустройство инвалидов на специально оборудованные рабочие места в рамках реализации указа президента.